В администрации Муромского района прошло рабочее совещание по вопросу прохождения скоростной трассы Москва-Казань через земли Ковардицкого и Борисоглебского сельских поселений. Руководство района и главы сельских поселений внесли свои предложения в рабочий проект с тем, чтобы отодвинуть автобан от границ населенных пунктов на максимально возможное расстояние. Проектировщики пообещали учесть все замечания. Проектируемость дороги проходит по территории двух поселений Ковардицкого сельского поселения и Борисоглебского сельского поселения. По территории Борисоглебского сельского поселения в принципиальных вопросах не возникает, потому что там нет населенных пунктов. По территории Ковардицкого сельского поселения был поднят ряд вопросов и доведен до проектной организации. Это максимально возможное удаление от границ населенных пунктов. Таких населенных пунктов это деревня Дмитриевка, Валова, деревня Пестенькино-Рамешки, деревня Катышева, деревня Зарослова и деревня Новоселки. Проектировщикам было поставлено задание на максимально возможные расстояния увести от границ населенного пункта то, что администрация заинтересована в развитии вышеназванных населенных пунктов с учетом перспективы их развития и газификации дальнейшей. Также был поставлен вопрос по землям сельхозназначения. Были приглашены руководители земель сельхозназначения, по чьим землям проходит данная проектируемость высокоскоростной дороги. Вопрос был поднят, чтобы не было разобщенных территорий, там где они появляются, чтобы были предусмотрены сельхозпроезды для сельхозтехники, для прогона скота. Протяженность скоростной трассы по Муромскому району составит чуть более 20 километров. На этом участке предусмотрена кольцевая развязка и пункт взимания платы. Вдоль всей новой дороги будет построено ограждение, ограничивающее выход на дорогу людей и животных. Участок трассы от Владимира Дарзамаса планируют построить до 2023 года, а полностью магистраль будет готова к 2027 году.